Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ты же сама говорила, что никогда нас не перепутаешь Ладно А куда мы идем? А куда бы тебе хотелось? Серебряный пиксель в Нортрухе Идет Я заеду за тобой в посмертии Собирайся Тебя кто-то решил нанять как приманку? Это комплимент? Ты выглядишь по-другому Попробуй еще раз Может в третий раз скажешь что-нибудь хорошее Эй, бестия, ты готова? Опять ты? Мы идем? А где Джонни? Он все-таки не смог Я всего лишь шофер Он у тебя на коротком поводке Ты умен не по годам Это Порже Джонни? Где ты его взял? Он стоял в контейнере Помнишь, про который нам говорил Грейсон? Окей У меня с ним связано много воспоминаний Можно ехать Серебряный пиксель твое любимое место? Было когда-то Я давно туда не ездила Автокинотеатры вышли из моды лет сто назад Но серебряный пиксель еще как-то держится А что, хорошее место для свидания? И мне так казалось Поэтому я предложила Джонни поехать туда Много-много лет назад То есть это не его идея? Конечно, нет Для него романтическое свидание Это налет на штаб-квартиру Аросаги Ладно, Виль Скажи мне, что происходит на самом деле? Не понял Джонни никогда ничего не делает просто так В чем же дело на этот раз? Джонни изменился Он правда хочет немного побыть с тобой Не жди ты все время подвуха, бестия Ну-ну Бестия Просто пытаюсь осмыслить Джонни Сильверхэнд вдруг перестал быть эгоистом? Определенно ты на него хорошо влияешь Приехали Черт Да как же так? Быстро же время летит Когда они только успели свернуть лавочку? Ви, а попробуй туда пролезть Нас не остановишь Решили свидание? Будет свидание Ладно Тогда действуй А я посмотрю Ага Это должен быть пароль Кажется, мы и правда идем в кино Бам-бам-шалава Готовы, идем Неплохо Попробуй запустить проектор Я пока выберу нам места Ща все будет Ладно, пойдем проверим проектор Вход вот тут Ага Кажется, я нашел проектор Ты случайно не знаешь, как его запустить? Давай посмотрим В последний раз они показывали Бушедо 10 Идеально Да ну, блевотное зрелище Ви Мы в автомобильном кинотеатре Фильм тут вообще не важен Просто что-то должно идти фоном Кровь, кишки, сиськи Не имеет значения Ну тогда Бушедо подходит Ну все, Ви, уступай место Дальше я сам справлюсь Развлекайтесь, молодежь Я заняла лучшие места Залезай А, так вот как это делается Бестия Мне больше не нужен этот мир Но мне нужна ты Джонни Я в тебе ошиблась Ты казался мне другим Ты так представляла себе это свидание Многое должно было измениться Чтобы мы просто взяли и пошли вечером в кино Но не думала, что все изменится настолько Давай представим, что сейчас 2015 Мы только познакомились И я еще не знаю, какой ты ублюдок Мне нравится Бестия из 77 Эта версия намного хуже Ладно Допустим, сейчас 2015 Ты бы что-нибудь изменил, если бы мог Не важно что Я сделал бы все Чтобы не потерять тебя Джонни Я ведь Эй Это что такое? Ничего Просто у меня было время подумать Пока тебя не было Что было бы, если бы Я верно понимаю, что дело не в Грейсоне и Смэшере Что? Причем здесь вообще Смэшер? Мне показалось, что это твое больное место Да, больное Мне достала эта тема Но я тебя прошу, давай не будем сейчас об этом Ты как будто мне что-то недоговариваешь Джонни, зайка Я очень многого недоговариваю Но у нас всего лишь один вечер Для меня это больше, чем я мог надеяться Бестия Я здесь в чужом теле В чужом времени Но я здесь Я здесь Я здесь Джонни Я не могу Это нечестно Нечестно по отношению к Ви? Нет, к тебе Я делала вид, что ничего не изменилось Что я та бестия, которую ты знал Мне даже себя немного удалось обмануть Можешь не провожать Блядь Блядь Бестия ушла? Бестия ушла? Да Ну и из-за чего вы поругались? О, без понятия Собирались хорошо провести вечер в кино Потом она разозлила Потом она разозлилась и не сказала из-за чего И у тебя нет предположений? Помнишь Грейсона? Он очень странно с ней разговаривал Даже не то чтобы странно Он ее как будто подначивал Может с этим что-то связано? Надо это обдумать А пока отвези меня в Норд Оук А как это тебе поможет с Бестией? Не с ней, с Керри На месте тебе все расскажу И фильм какое-то говно в конфетной обертке Можешь тормозить Ладно Теперь скажи, зачем мы здесь? Я слышал, Керри тут неплохо устроился Виллу отгрохал Где это ты мог слышать что-то о Керри? Да где-то в городе Желтая пресса только про него и пишет Ах да Тебя же не было А, да, да Это когда ты развлекался Так что, хочешь его навестить? Ну да Чего тянуть кота за яйца? И что мне? Завалиться к Евродину и устроить себе экскурсию? В газетах пишут, что у него депрессия Он пытался покончить с собой Волнуешься, что однажды у него получится? Да кто знает Просто я мог бы ему кое-что посоветовать То есть ты хочешь пообщаться лично? Мне опять отдавать управление? А че нет? В прошлый раз же ничего не случилось Дай уж мне отгул за примерное поведение Хорошо Только расскажи, что будешь делать Ничего такого, честно Просто хочу с ним повидаться Как ты ему скажешь, что это ты? Если у него правда сейчас в жизни какие-то проблемы Может лучше все-таки не взрывать ему мозг? Ви, у Керри всегда были какие-то проблемы в жизни Поэтому, несмотря на все, мы с ним и ладили Не переживай Ничего я твоему Керри не сделаю Для начала Попробуем залезть к нему в дом Ладно Скажи, когда уступать тебе место Да уж, блевотный кич Надеюсь, хотя бы стоило до хера Чем-то же надо оправдать эту безвкусицу Тут он, наверное, сидит и думает А нахуя мне вообще это все? Он, похоже, в ванной Причем один Это хорошо, поверь мне Ну все, дальше я Пора его оттуда вытаскивать Закидывайся таблетками Мисти и начнем Окей О, так намного лучше Интересно, какие тут для красоты А на каких еще можно играть Кто, блядь, тут? Ну, играй дальше Хорошо Джонни Керри Нет Нет Это какая-то шутка Погоди Что Сильверхенд сказал мне перед смертью? Я сказал, чтоб ты перестал себя жалеть Ну и че, ты перестал? Сука Джонни Сильверхенд Откуда ты тут? Как? Сюрприз Долбоем Окей, ясно Ты не ожидал, что я вернусь Нет, сука Наоборот Я 50 лет только этого и ждал А я смотрю, ты немного изменился Новый стиль Идешь в ногу с модой Да и ты тоже выглядишь Ничего так Бля Джонни Мне надо накатить Ну, хорошо Давай, рассказывай, почему ты выглядишь Как мелкий вор из посмерти Это Ви Он тебе понравится И че? Бля Джонни Мне это вообще ничего не объясняет Ебать, ты устроился Погоди, это только начало Выпустил четвертый альбом и въехал сюда Хорошо продался, видимо Завалий, Джонни Просто, блядь, не начинай С кем ты подписался? В смысле? С Росакой, блядь Да, с утра записываюсь у них на студии А вечером Юри Нобу заскакивает ко мне На барбекю Это правильно Так с кем подписался ты? МСМ Рекордс Что ж, тоже столб общества Давай Располагайся и рассказывай Где тебя носило столько времени Так ты что тут, один живешь? Не, еще мой повар Алиэль Ну, у него сегодня выходной И этот, потом Мигель Блядь, зачем я? Это не твое дело, Чумба Садись давай, рассказывай Это будет Долгая история Да мне похуй Мне важно, чтобы в этой истории Каждый эпизод был трагичный Как пиздец Только вот не говори мне Что ты все это время Катался с кочевниками Подставляя лицо ветру Или что ты тусил на орбите И решил оттуда слезть Только для того, чтобы меня тут говном поливать Иначе я ебанусь Поверь, это трагедия А, бля, помнишь? Это был единственный раз Когда Генри пришел на репу чистый и трезвый Да И играл какую-то хель Зато Дэнни была рада С кем ты из наших пересекаешься? Только с Нэнси Ее теперь зовут Исида Бесс Работает на 54-м Могу узнать, что с Дэнни и Генри Если хочешь Можно снова собраться Я не знаю Поиграть вместе Неужто хочешь возродить самурай? Ну так На один концерт Сыграем в какой-нибудь дыре, где нас никто не знает Мне ж надо следить за своей репутацией Охуенно Я только за Зе и Виттлз Сейчас я перешлю тебе номер Нэнси А сам попробую выцепить Генри и Дэнни Но если меня не будет, договаривайся с Ви Ладно А вы дружите? Не, не особо Но ты же понимаешь, у нас нет выбора А как мне? Джонни, все норм? Нет Ты, наверное, Ви Джонни предупреждал, что такое может случиться Вы хоть нормально поговорили? Я уже чувствую грузение совести Ты это Посиди пока В себя приди Вообще ни о чем не волнуйся Так что там про концерт? Ты все слышал Когда эффект слабеет, начинаю слышать Ну? Хочешь увидеть самурай живьем? Другого шанса может и не быть Ладно Я звоню Нэнси Молодец Хвалю Нэнси? То есть Исида? Исида Бесс? Нет Это ее недооцененная и приутомленная система Стивен, 54 канал Слушаю вас Мне нужна Исида Ее тут нет Я звоню из резиденции Керри Евродина Круто Но Исиды все-таки нет Но мы ее ждали два дня назад Она поехала в Тоттентанс, чтобы снять сюжет о Мальстроме Звоните на следующей неделе И следите за новостями Если с ней что-то случится, я первый об этом расскажу Ви, тут что-то не так Давай-ка с тобой скатаемся в Тоттентанс Ви, я понимаю, что дикие крики в Тоттентансе обычное дело Может, там просто репетирует какая-нибудь группа Но не исключено, что все гораздо хуже Черт, картина начинает складываться Никто из журналюк не поперся бы в Тоттентанс Кроме Нэнси Классно выглядишь Минимализм У меня тоже раньше был такой хром Ну, иди Тоже в Тоттентанс? Заебись Третий Нажми кнопочку, я пальцев не чувствую Слышишь? Тинитус играет Наши ребята Люблю эту песню Заходи Сойдешь за своего без проблем На каждого найдутся свои методы Выжили при Ройсе И при ней как-нибудь выживем Сука, нихера себе Помнишь ту запись из All Foods? Это чувак, который увел бота шпиона Не Не, не-не-не-не Он же не тупой сюда приходить Так это ты? Не знаю, о чем ты Да, это он Ничего себе Какой бы был шанс отличиться я не слепая что тебе надо паста еще и сиду без не в курсе где она работаешь с ней нет хочу поболтать она вроде здесь поболтать ясно я тебя отведу как-то все слишком просто забей сейчас главное найти нэнси вообще должна сказать тебе спасибо за что то что случилось на улфудс оказалось мне на руку рад был помочь ништяк я бы тут поиграл я же сказал я пишешь про музыку а теперь говори кто она сама как ты блять ее обыскивал тандар она умудрилась позвать на помощь это нэнси не позавидуешь ей никого я не звала я его даже не знаю а мы знаем и нам не хочется чтобы история повторилась еще раз спасибо давай отсюда выбираться так ты вообще кто яви от керри евродина керри что-то я уже ничего не понимаю наверное слишком много времени провела с этой ебанутой я насчет самурая потом поговорим сначала надо выбраться иди за мной я знаю дорогу ну как ты бывало и получше эта идиотка подумала что я пришла шпионить пошли уже надеюсь моя тачка там же где я ее кинула так все таки зачем ты сюда пришла хотела сделать репортаж про музыку в тот антанце неудивительно что патриция не купилась ну твою ж мать а что рисунок на память могло быть и хуже пизду память я сейчас собираюсь прямо в редакцию хочешь поговорить поехали со мной надеюсь это куча металлолома не развалится по дороге ладно так чего там у керри он хочет возродить самурай только на один вечер нет самурая без сильверхэнда за джонни я сыграю ты сильверхэн все-таки был больше идеолог чем музыкант я справлюсь не бойся ну если даже керри согласился что мне с этого будет встретишься со старыми друзьями я тебя умоляю дружили только керри и джонни мы просто были вокруг и иногда с ними сталкивались а что ты хочешь взять интервью у керри я могу сама его написать из головы мне нужны контакты всех его знакомых в индустрии всего-то думаю вы договоритесь приехали вылезай стой а что с концертом скажи керри я все организую на связи окей спасибо ну что дело сделано звони керри привет как дела с нынче поговорил да она согласилась сказала что сама все организует опять всеми верт но круто у меня тут возникли кое-какие проблемы с мальстрёмом на ништяк короче я выцепил прикинь вытащил его из рехаба ну и сразу все завертелось генри не знал что старушка дэнни так и живет в найт-сити сказал что хочет сделать ей какой-то сюрприз и поехал к ней так что вот у дэнни все и встретимся мне тоже надо зачем но ты же должен увидеть с кем ты будешь играть в конце концов лови адрес ты гляди что тут случилось может у нее ремонт а генри одолжил бетономешалку он всегда был у нас мастером экспромта может они в доме позвони по интеркому ну ладно значит ищем дальше это хорошо что ты приехал у нас проблема а это что твой бассейн ты мне за это заплатишь утёпище да с удовольствием это и есть тот самый сюрприз генри да походу я много пропустил он почему-то сильно обижен на улице и поэтому залил ей бассейн бетоном ну генри всегда был эмоционально что в итоге с концертом я пока еще не говорил с дэнни но похоже ничего не выйдет и поговори с ними только хуже сделать не думаю что они мне будут рады да не сразу увидишь кири тоже не то чтобы с ума сошел я не шучу я тебе снесу башку нахер с дружком пришел чтобы было кому напомнить какого хуя ты сюда приперся я вообще-то от кири насчет концерта какого концерта почему он это передает через тебя мы хотим возродить самурай на один вечер а так вот для чего он решил нас всех собрать мило но без шансов я с этим блять уродом играть не буду дэнни нет ни за что выбирайте или он или я и пиздец если дэнни упрется пиши пропало ну чё как ваши дела херова чума дэнни не хочет со мной играть а мы уже обо всем договорились то есть керри тебе платит но теперь все понятно у меня просто блять нет слов забирайте этого мудозвона и уёбывайте с моей лужайке я не хочу выбирать думаю выбрать должен ты были меня бесит что дэнни зажимает нас в угол и ставит условия с другой стороны у генри каша вместо мозга ему вообще нельзя доверять спасибо блять ты мне очень помог я бы выбрал генри я только за если денег нам присоединиться надо было раньше думать а теперь валите отсюда быстро блять теперь еще и с этим надо что-то делать а что с нэнси она участвует а занимаясь за организацией позвонить нам когда все будет готово нэнси договаривается концерт как старые времена давай залезай мне кажется мы сделали все что могли осталось только подождать нэнси привет я договорилась концерт сегодня вечером в красной грязи ты уже звонила керри он случайно не передумал нет нет ты что он там уже бьют копытом я его таким не видела со времен сильверханда что не получилось убедить дэнни нет я пыталась но куда-то короче увидимся вечером насчет гитары не беспокойся все что нужно я достану вы смотри что у меня есть не знаю в курсе ли ты но когда-то на ней играл сильверхант бля нэнси просто менеджер века может она и доступ к микоши нам организует как думаешь ты ви я был у дэнни а ну да все пошло по пизде а где керри сейчас должен быть он сказал ты хорошо играешь надеюсь это правда потому что на репетиции времени нет меня больше парит то сыграет за день керри договорился с дрозином из головорезов я его знаю видела на сцене и как он вообще он нормальный середнячок а вот и темная лошадка закидывайся только не светись а если опять начнет рвать кровью отползи куда-нибудь в сторонку сегодня вечер керри нэнси кажется не верит что я могу с ними сыграть ну так она права уступишь место развлекайся понеслась о здорово вот познакомьтесь это дрозин из головорезов привет я обожаю самурай ты тоже у меня есть альбомы я выдыхай блять он тут на тех же правах что и ты хочешь поговорить со звездой обращайся ко мне и перестань трястись я наверное сам еще похлеще трясусь публики боишься или меня иди нахуй я тоже скучал керри ладно работаем работаем Продолжение следует... 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 Продолжение следует...